Ноябрь 2013 года. 7 часов вечера. Боинг из Москвы заходит на посадку, но почему-то не может приземлиться. Самолет уводят на второй круг, но железная махина снова подводит. Уже через 10 секунд борт, на котором было 44 пассажира и 6 тренов экипажа, рухнет на территорию аэропорта. В катастрофе не выживет никто. После катастрофы вновь заговорили. Процесс пассажирских авиаперевозок должен быть отлажен до секунд и миллиметров. В противном случае экспертам приходится решать уравнение с одним неизвестным. Тем самым роковым иксом может оказаться ошибка пилота, не вовремя проведенный осмотр или всего лишь один неисправный агрегат. Вопросы запчастей, комплектующих или другим словом агрегатов самолета особо остро встали в Самаре. На местном заводе с говорящим названием «агрегат» обнаружили целый склад некачественных комплектующих. Эти небольшие внешние запчасти мелочами не сможет назвать ни один человек, так или иначе связанный с авиацией. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий офицеры полиции изъяли более ста наименований комплектующих для авиационной техники, в том числе для самолетов и систем наземного оборудования для обслуживания авиационной техники. Производство 1970-1990 годов. Общей массой свыше 2,5 тонн. При этом выходные технические паспорта на продукцию отсутствовали, участие изделий истек срок хранения. Проверенные и потрепанные временем запчасти могли бы распространяться не только в России, но и за рубежом. Большая часть комплектующих и вовсе выпускалась в рамках гособоронзаказа. Местные агрегаты ставились на десяток самолетов Ту-160, Ту-124, Ил-9630 и даже истребитель Су-27. Риск в свете открывшихся событий огромный, но завод, несмотря на шумих, руководствуется рыночной стратегией. Потенциальные потребители для него это лучшие эксперты, а они пока ни на что не жаловались. Я говорю, просто исключено, что какое-то изделие может попасть на борт самолета. И, пожалуйста, успокойте всех людей, которые пользуются этим, видимо, транспортом, что со стороны агрегата просто исключено. Потом предприятие существует 65 лет на этом рынке и поставило там несколько миллионов агрегатов. Самолет летает и в адрес агрегата не было ни одной претензии со стороны потребителей. Вот это тоже очень важно. У одного из основных потребителей самарского агрегата завода Авиакор претензий и правда нет. Производители анов и тушек услугами поставщиков пользуются регулярно. Чтобы не доверять им вслепую, на Авиакоре разработали сложнейшую систему проверки качества авиационных деталей. Каждый винт здесь перепроверяют несколько раз перед и после сборки самолета. Обношение к контрафакту у Авиакора было всегда очень жестким, однозначным и принципиальным. На Авиакоре установить или использовать изделия нелегитимные, контрафактные невозможно в силу многоуровневой системы контроля и качества входящей продукции. Более того, все наши поставщики – это заводы-производители, у которых тоже такая же система. В историю с некачественными запчастями не могут поверить даже профессиональные летчики. Самолет – это не автомобиль. Воздушный транспорт проходит ТО едва ли не перед каждым полетом. Специалисты уверяют, если бы плохая запчасть попала в руки авиастроителей, ее бы моментально утилизировали. Другое дело, что раньше и комплектующие сами самолеты делали в разы лучше. Чем хороша наша техника в советских времен, тем, что эта техника, она, конечно, делалась, ну, авиапром наш, послевоенный, будем так говорить, традиции эти остались. Это добротно сделанное, прочное, неубиваемое, надежное. Вот, конечно, значит, вопросом там экономики на них никто, в общем-то, внимания не обращал. Сейчас судьбой некачественных комплектующих занимаются следователи. По громкому скандалу уже возбуждено уголовное дело. Найти предстоит не только виновных, но и тех, кому уже могли уйти к детали. Присмотрят за качеством авиационной техники и депутаты. После катастрофы в Казани в Государственной Думе вновь обсуждается ряд законопроектов, которые полностью запретят использование не только старых комплектующих, но и целых самолетов.